Ну что, я вас поздравляю с тем, что вам, как и мне, как и всем, кого такое неравенство соединило, я имею в виду неравенство тех, кто жил в театре на Таганке и видел Юрия Петровича Любимова с 64-го года. Ну и вас, кто никогда этого не знал, не видел. Он никогда не был столетним, он никогда не был, по-моему, и 70-летним. И то, что его очень живым и молодым зафиксировала Светлана Сидорина, такой отчаянный подвижник, герой, который мешал актерам, потому что ей надо было снять Любимова, она уже надоедала, ну, как полагается героям архивов культуры. Сняла, показала, Лена Якович сделала замечательный фильм. Ну и я благословляю вас на радость встретиться с Юрием Петровичем Любимовым. Сказать, что я увидел этот фильм и впервые в жизни узнал, кто такой Любимов, я не могу, потому что Юрий Петрович Любимов – это моя жизнь. Ну, с самого начала Таганки. Но увидеть сегодня такой фильм, который вам предстоит увидеть, это, конечно, абсолютное чудо, похожее на то, как в 60-е и 70-е годы ночами читали Солженицына, Автарханова, Мандельштама, Пастернака. Это было абсолютно запрещено. Как это снималось – непонятно. И, конечно, это замечательный фильм, который необходимо смотреть всем осмысленным гражданам отечества нашей культуры. Любимов, как это сказать, во всеоружии своей беззащитности. Вот он, вот такой, какой он был, и это очень дорого, ибо Любимов не может быть бронзовым. И это в этом фильме, это доказано. Режиссерское вдохновение, моментального схватывания какой-то темы, а потом мы видим, как мы слушаем. То есть вы увидите, как слушают актеры. Ну, что меня, конечно, тронуло, что вот были два лидера театра – Коля Губенко и Володя Высоцкий. Вот Любимов им рассказывает про Пугачёва, какой-то бессмертный, невероятный спектакль по Есенину. И вот исполнители двух гениальных ролей – Пугачёва и Хлопуши – Коля Губенко и Володя Высоцкий – прислоняются к авансцене, и мне до слёз трогательно, как два брата по таганской крови. И Любимова слушают без того, как через 30 или через 20 лет будут слушать с некоторым скепсисом своего старого хозяина. Нет, это очень молодой дух. Вот в этом фильме молодой дух ранней таганки. А потом уже и следующего этапа, и следующего, и дальше вплоть до Живаго, до встречи с Шнитке. Там столько в этом фильме того, что можно сказать стоп-кадр, я вам расскажу. Это Александр Марьямов, друг Твардовского. А это Дилюсин, это выдающийся китаевед, очень близкий друг Юрия Петровича. А это Булата Куджава. Это «Спасибо кино», что они опять живы все. И живее всех, конечно, Юрий Петрович. Для меня Любимов сегодня, вот после этого просмотра, ну, самым неожиданным образом вспоминается тот период, когда он вернулся из изгнания. Надо было ехать на гастроли в Финляндию. Мы ехали в поезде. Коли Губенко, Давид Боровский. Мы ехали вот первым эшелоном, так сказать, перед началом гастроли. И мы оказались в одном купе с Юрием Петровичем. Я наверху, я его забрасываю вопросами, потому что мы не виделись. Вот 8 лет он был в изгнании. А потом надо спать. И вдруг я вижу, что он без подушки. У меня есть, а у него нет. Я говорю, Юрий Петрович, чего тебе, милый? Простите, я разбудился. Да нет, я не сплю, я не сплю. Я по-солдатски. Так, Юрий Петрович, вы по-солдатски и без подушки? Без какой? Да, без подушки. А что? Я говорю, Юрий Петрович, ну, как это возможно? Я соскочил, пошел к проводнику, проводник принес. Юрий Петрович, так спокойно. Говорит, ну, спасибо, ладно. Я привык в войну вот так. Вот это тоже один из образов Юрия Любимова. Он неохватный по диапазону своих проявлений. Наверное, потому что гений. Наверное. Но вот это вот... Я привык вот так по-солдатски. Пусть вы увидите такого любимого перед тем, как увидите разного любимого в этом замечательном фильме. Это таганка. Это все скорые помощи летят по городу. Вот и все. Под этот свист. Так я и вот работаю 46 лет. В высоте я вышел под мозг и прислоняюсь. Зверном косяку я ловлю в далеком подголоске, что случится на моем реку. На меня направлю сумок ночи, тысяча виноклей на оси. Если только можешь, а вот очи и щавшую эту миг пронеси. А продумай, распоряй в действии. И не отвратимый конец пути. Я один. Все только в действии. Жизнь прожить. Не боль перейти. Я даже сейчас меньше брал не в умах, а брал просто поток, который у него идет поэтически. Из поэтов, живущих которых я много слышал, более естественно, потому что, Борис Леонидович, я сейчас смягчил. Он читал гораздо более манерно в своей манере. Голос быть знаменитым, некрасиво, не это подымает ввысь, не надо заводить архив, надо рукописями трястись, цель творчества самодолия. Но сейчас я начинаю немножко копировать. Понимаете? А в том, скорее, меньше. А Давид Самойл, Дезик Самойл, вот он читал удивительно раскрепощенно, свободно и совершенно естественно. То есть вот так может читать хороший артист, как он. Как пастанак артист не может читать. Потому что он очень манерен. Так как и Маяковский. Он читал великолепно. Но он читал, конечно, опираясь на могучий голос. Писная, что это огромный, импозантный человек стоит. Поэтому он так и вещал. С миноносцем, миноносецца. По волнам морским она носится. То есть он смаковал, какие гениальные рифмы придумал. Видите, совсем другая манера. Почему его и не любил очень Бунин? Он говорил, позер, хам. Вот это советская власть. Он был очень резкий тварянин, поэтому он терпеть. И не считал эта поэзия несправедлива. Конечно, она дарена. Но, конечно, не надо писать аллеи из унитазов. И под Ленину себя чистить не надо. Он не настолько был дурак, чтобы чистить себя. Все-таки он писал и другое. Боже, если звезд, ковер тобою выткан. Если этой боли, ежедневно множенной, Тобой не спослана, Господи, пытка. Судейскую цепь надень. Жди моего визита. Я не замедлю, не надень. То есть опять он чувствовал ритм. Надень, не надень. Потому что вы не можете сказать прозаически. Вы не услышит зритель рифмы. И он не поймет, что вы читаете стихи. Некоторые умудряются прозу превратить в стих. Стих превратить в прозу. Это же просто безграмотно, элементарно. То они качают стих, как идиоты, как царев. Я уж вам говорил, две интонации. Копит для народа, отдает себя народу. Копит он туда, отдает сюда. Чтобы потом снова копить и снова отдать. Я был в таком вдохновении. Я так прекрасно все делал. Но только он забыл главное, а зачем он ломается. То есть пресловутую сверх-сверх задачу. Постали снова с ним всегда. Потому что это самое трудное, ведь и сверх-сверх задача. Ради чего я выполз? Зачем я выполз на подмостке-то? Вот по сторонам выполз? Чтоб ловить в далеком отголоске. Что случится на моем убегу? Вот он, чего он так ползает. Он хочет понять, что же случится на моем убегу. Вы знаете, что бы было интересным? Чтобы дойти материал репетиций разных лет. В зависимости от того, что происходит за окном. Так. Ну давайте, что вам надо? Значит, товарищи, смотрите, что тут они навезли техники. Техники-то сколько навезли. На меня немножко поговорили. Чего? На меня немножко поговорили. Погодите, пойду встань за аппарат. На меня поговорили. Ну вот, чего говорить. Ну вот вы так хватаете, повернули вот так. А что я буду специально рожей делать? Не буду. Не буду, не буду, не буду ничего. То есть, вы зерно берете правильное. Но в нем нужно еще больше искать абсолютной достоверности. Прямо в лучшие годы МХАТа достоверность должна быть. Вот, в интермедиях. А костюмы условные, вот фиговые листки, все. А играют абсолютно современные отношения. Надо играть политиков, дипломатов, как они друг другу баки вкручивают. Вот и все. Начали! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 И так всегда будет. И сейчас это происходит в нашей стране. Сейчас. Вот вся эта административная система на преобразование окрысилась. И их как клещ не вырвешь. Ведь вот в чем ситуация. И вы как художники должны это понимать. Почему я говорю, плохая реакция у всех вас, плохая реакция, когда он такое говорит. Это опять что, Сталинчик? Опять 37-й год? Вот что значит пропускать автора через современность. Да не хочу я дожидаться вашего всеобщего счастья. Потому что не будет его никогда. Не было и не будет. Вообще не будет. Ни здесь, ни там. В Новом Иерусалиме. А я есть. Значит, сейчас три реакции гораздо. Вот так мы будем все время работать. Я говорю сразу раз и пошли дальше. Ясно? Плохая реакция. Он не может тогда начать. А? Всего-то несчастья. Ну пойдем, как ты народу. Осмелиться надо. Я посмел. Стоп, стоп. Саша, вы плохо берете ведро. Ведь ведро у вас появилось от предметного, образного... Понимаете это? И... Раз, попали он. Раз, народ. Вот я с ведром. Тогда он ставит хорошую батарею. И лопит правого. И не правого там. Как вы делаете? Ведро. Раз, раз, раз. Толпа вся. Раз, раз, раз. Тогда есть сразу сцепка сильная. Ведь вот ж фантазия-то. Она в этом же состоит в искусстве. Тогда вы будете на сцене, как рыба в аквариуме. Но только с текстом. Нормально. Потому что мы стояли у нас, когда в Акранском театре я работал, там был аквариум с рыбками. И мы все стоим в перерыве. Смотрим. Подходит стукач. Один не выдерживает и говорит. Что, милый? Молчат. Ничего не говорят, да? И тот отвалил сразу. Дорогие дамы и господа. Разрешите пригласить вас на спектакль. Первая дверь не работает. Но это не от хаоса. А просто так задумано. Вторая и там, которая в обход работает. А это Федор Михайлович Достоевский. И вот мы сейчас его раскрутим. И, может, он осветит нашу жизнь и простит нам наши с вами безобразия, которых очень много мы натворили. Вот сейчас я просто молю Бога, чтобы он не свалился. Поэтому отойдите к ресторану. Это очень высокое искусство. Потому что хороший поэт столько перебрал слов, чтобы найти страфу. Поэтому Кушкин и говорит про Шекспир. Какая глубина характера. Характер. То есть он, как поэт, ценил фразы шекспировские. Что в одной фразе все сказано. Коня! Коня! Полцарство за коня! А сатанил и Ричард кричат. Он полцарство, он исполнит зло в царстве. Я не знаю. Полцарство за коня. А дело интонации можно так орать, как я сейчас там шутя показал. Можем по-другому сказать. Но дело в емкости обстоятельствах. Ну, как Шуйский поразился на Годунову. Он так смотрел. А тот не верит. Тот говорит, нечисто, князь. Ты такой хитрый и прощенный, подтекстный. Что так не было. А тот как раз не врет уже. Даст, даст. Потому что он так смотрел. Что я руками разъем. И я повторил нелепость, которую он сам мне нашептал. И тут же испугался. Ну, вот идет Тарусин, пойдем. Могут заметить, идем. А потом еще себя подтвердил, как интригант старый опыт. А я хотел тебя проверить. Такие времена. Поэтому это и есть бессмертное произведение, что оно на века написано. Что и сейчас так себя ведут. Тяжелатый шапка Мономаха. Здесь и ток шестилетнего царства. Шестую же год. Я царствую спокойно, а счастья нет. Мои измученные уши. Я ничего не кажу, что там должно ворочиться. И все тошнит. Все такси царят. И он так, видимо, сказал. Говорит. А вы с меня его уронили. Я уронил. Так, у меня пучка сейчас нет. А мы волков стреляли. А таких красоток в редкости встречали. Нет, полная, я не хочу делиться с мертвецом, любовницей ему принадлежащими. Нет, полная мне притворствовать, скажу, всю истину. Так, знай же, твой Димитрий давно погиб. Заразный. И не воскресень. А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь, скажу я, бедный чернорец. Монашеской неволею скучая, под клобуком свой замысел отважный обдумал я. Готовил миру чудо. И, наконец, из келья и бежал. Украинцам. Вельвойные курения. Водей тканем. И саблей научился удивиться к вам. Димитрием назвался. И париков безмозглых. А ну! И когда вот ты тут, а он долго говорит, она, ты не нервничай, она ее водит. Вот тоже мне нужно. Тебе это как собаке пятая нога его высказывали все эти. Дурак. Кто просил, кто тебя... Вон и с любви со мной проболтался. Пора, пора. Она и начала. Она, ты смотри, железная тетка. Тетчер. Ну да, я вижу, что Тетчера. Тут написано, Анде. Так вот она, железная дама. Сразу она идет уже, отсюда. Все прекрасно, но только скорее, скорее. Бери. Ты все-таки норовишь с каблука вот так идти. Танец, танец, танец. Вот, танец. Ну что ты, ты же умеешь все это делать. Ну вот когда ты так ходишь, то ты совершенно же по-другому все встает-то тогда, когда ты идешь с этих вещей. Ну что ты, не потренируешь такой ход, что ли? Ну вот, конечно. Тогда человек совсем ходит-то по-другому. Он идет, как все равно тебя водит. Это же тебе и темперамент дает совсем другой. Я же как кошка, как понтера. Так. А так это, ну что ты, медведь косолапый. Вот пойди сюда. Снять тебя, что ли? Нет, я сама. Не еще. Не, не, не. Ну вот смотри. Раз. И на каблу. Раз. Вот так вот идем, да? Да. Лупите как ходите. Хорошо, хорошо. Все равно, то, что уже Демидова выбило мне в те челюсти когда-то, то это уже не исправишь. А она, что-то вечера? Вы что, вы не помните? А я? Да у нее же эти еще цацки. Но это были репетиционные моменты, Юрий Петрович. Это искалось тогда, понимаете? Поэтому это уже все. Теперь это. А! Долго ли мне, долго ли мне, Долго ли мне гулять на сцену? То в коляске, то в коляске, то верхом, То в кибитке, то в кибитке, то в карете, То в телеге, то в телеге, То пешком ни в наследственной берлоги, Ни с третеческих могил, На большой млесной дороге Умереть Господь судил! На большой, на большой, на большой млесной дороге Умереть, умереть господь судим, Иль чума меня подцепит, Или мороз закостенит, Или мне в лоб шлагбаум влепит, И непроворный инвалид. Или мне в лоб, или мне в лоб, Или мне в лоб шлагбаум влепит Непроворный, непроворный инвалид. То ли дело, то ли дело быть на месте, По Мясницкой, по Мясницкой разъезжать О деревне, о деревне, о невесте На досуге, на досуге помышлять То ли дело, рюмка, рома, но часом поутру чай То ли дело, братцы, дома, ну пошел же погоняк То ли дело, то ли дело, братцы, дома, ну пошел же, ну пошел же, ну пошел же погоняк Искусство вещь странная, рецептов тут нет Создать интересное, не клишированное, чрезвычайно тяжело Особенно вот видишь это в живописи, в скульптуре Приходишь на выставку и сразу Ага, подшагало А-а-а, под Ван Гога А-а-а, под Сезана И только редко останавливаешься самобытное что-то Ну условное театр Еще с такими традициями, тысячелетними Тысячелетними Это тема электро Это тема рока Душе моей Последнюю надежду Последнюю надежду Ты Настанет день Убил Когда Врагов Местью Покараешь ты Подождите, теперь вот Где я перелом хочу сделать Привела Себя в порядок И уже начала говорить концентрированно То есть мысль вынести Что же дальше будем делать Лучше дойти Вот осторожно очень, чтобы не упасть Когда ступенька Вот эта очень работа Не дай бог я сейчас упаду Нет, все твердо Тогда можно, значит А текст все идет Ее абсолютно нейтрально Совершенно не крашит текст А ты Вот Теперь же Дошел мне Теперь же Что Делать Мне Одна На целом свете На целом свете Без брата Без отца Опять рабой Среди убийц Презрентных Жить Убийц Презрентных Жить Уже со мной Так боги поступили Нет Я не в силах Под одной кровью Нет Я не в силах Под одной кровью Жить Кровлей Жить с ними И хорошо Значит это подтекст У меня все время подтекст идет Потому что у меня же все равно вышло И все равно Заточат Все Надежды нет Есть я их не люблю Сама Значит С ними я жить Все равно не буду Лягу здесь Голодная Да Значит я Вы знаете что сделаю Голодную забастовку объявлю Я лягу Я лягу Здесь У входа в дом Покуда в конец Я не исчал Все Кончено Вот Здесь И сел как Ищет Наверное Попробуйте так Именно таким совершенно Тоном Которого не было в роли Ни разу Потому что уже все решено Ее высылают Как он придет Значит Пока вы только это Не убивайте Не пытайтесь Устать выхода Что убить Самого А Умереть Пусть вот они отсюда Ну как их Носят Знаете Машины Их берут за ноги За руки Вот пусть Эгист Вызывает Вас сажают рабы Кладут куда-то И несут Куда хотят А вы Вам все равно Вы все решили Умирать Поэтому наплевать Что бы они ни делали Что мне наградой будет Если плачь у волки Живу и так я жалко Что ж не стану спорить С меня довольна Но их Я мучаю И из их мучений Венок почет Для отца Сплетай Коль радость Там доступна Под землей Это условный театр Потому что В бытовом театре Не ходят Зачем-то по кругу Зачем-то так Зачем-то так Ладошки солнцу подставляют Молятся богам И еще чего-то Почему-то То молятся Туда Это значит Земные боги Под землей Есть боги воды Значит Льют воду И говорят Ну я условно говорю Переливай человек воду И молятся там Посейдону Бог Посейдон Себе делает Торопит голову Тогда все понимают Что это не бытовой театр Потому что здесь нет Ни одного бытового жеста Значит Это театр ритуальный Как ты в церкви Знаешь Какую руку сверху положить Когда ты подходишь Вот А эту Правую Потому что Тебя благословили Ты этой рукой И крестишься Электр Имеет Ближе Все-таки Мой характер А не ваш А мой характер Вы знаете За 30 лет Мой характер Довольно жесткий В каких-то случаях Нет Я тебя Я-то считаю Очень терпелив Но До предела Я даже вам Интимную свою жизнь Открываю Очень много дам Ошибались Насчет моего характера И чрезвычайно Удивлялись Едут год Едут пять Укусились И едут Потом вдруг Раз И свалились И возмущенный Говорят Мерзавец Десять лет Так было хорошо И вдруг Вот Его нет То что же это такое Ну и хам Ну и сволочь И так всю жизнь И так всю жизнь То потому что Мне надоело Ну я еду Терпеливо Еду Но все тяжелее Тяжелее Я чувствую Уже Я как-то мне трудно Я все еду Уже только Крикчу Потом только у меня что-то замыкается внутри Мать твою Мать твою И все И забор В близлежащую Волону А где Уплыл Моление Ну что это Дальше Дальше Свобода 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 Эх Эх Без креста Перебили С дедушкой Осталась Одна Гниль Невчонная Гниль Невчонная Некудышная Господи Я Как я могу Сказать Чего Сделалось Так Плохо Начало Окна Покрытые Морозом Мело 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 Во все Пределы Свеча Горела На столе Свеча Горела И идет Вот эти Как пеленают Мертвецов На старых Иконах Саваны 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 Как бы Пляска Смерти Тема Сметения Тема Предчувствия Вот этой Страшной Чумы Прихода Этой Злосчастной Революции Которая Погубила Россию Не плачь Не моль А путь Свет Не собирай Их Складки Разбереги Присохший Струк Весенний Лихорад С ними Ладонь С моей Груди Мы провода Подтоком Они играют За подставкой Струнной Да? За подставкой Просто Причем Они Как бы Произвольно Свободны Я понял Да Это Ясно И еще У вас здесь Есть пила Это просто Это ударный Нет Пила играет Феликс Играет На пиле Все понятно На пиле Дрова Которые пилят Стоп Все уничтожилось С этим переворотом С этим переустройством Вот это как Все Все Жизнь Кончилась В госте За смятение Гибель Случилась В нашей двери Ты недаром стоишь На другую руку У конца Моей жизни Вот так На следующую руку Еще Вставайте Я увидел тебя Ничего страшного Я увидел тебя Если он уронил вас Совсем упадите И встаньте Тихонько Откатитесь От него И все Во всяком случае Сейчас хоть что-то есть Машина Ничего Что-то Было Подаемный Запретный Продажный Моя Пусть это будет Вена Токио Едет И зарает Вы знаете Я сейчас А когда Вы еще Найдет То это Это Штанфон И подарил Бабушка Со стуком На пол И волосы Слезали С ночника На платье Капал И все Он терял На снежном бле Сыной И белый Свеча У меня дед Был крепостной Мужик Маленьким Нас возили К деду На каникулы Между там Под Ярославлем Между Рыбинском К деревню И Он Как крепостной Его Помещик Выучил Грамоте Поэтому Был уважаемый Человек Ну а потом Конечно Его выбросили 86 лет В снег Комсомол Забрал Это Как бы Будет Хата Ильича Эпоха Коллективизации Как кулак Был выброшен В снег А он Коромысло Взял Думал Что это Бандиты И отбивался Ну что они будут С молодыми Ну конечно Они отняли Коромысло Его выбросили Бабка быстро Узелок собрала Какая лозунка Коммунистов Сравнять Омственную жизнь С деревенской жизнью Все сравнять Поделить Ну вот поделили И что вышло Ничего И почему-то Ностальгия Цифру Дают Что Сталин Их кумир Что мне хочется Сказать Вы с ума Сошли Он убил Больше чем немцы Что вы можете Такое Учитесь У него Как гулаги Строить Что Что с вами Как русское Слове Откнитесь Из таких Лагерей Друзья Из дубров Лага Из камыш Лага Видите тут Данте Ваш И манускрипт Боже мой Как голова Ваши держат Еще игра И самое главное Если хорошо Что вы не гремированы Все идиоты Водят под Сталин Под Брежнев Под Ленин И собирают там Мзду И вдруг я выдал Будут Таким же идиотом Здоровья Здоровья Спасибо Спасибо Там были люди С важных чучела С неторопливым Спокойным взглядом И хобрик был И веселый И срок Скажи Кто Весь Не В пример Другими Почтенные Среди Толпы Окреста АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот на стуке сердца. С художеством привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова